Сердечно здравствуйте, друзья! Вы на канале Советы и Лайфхаки. И сегодня наш с вами выпуск будет пристально сконцентрирован на этой трубе. Будем рисовать, резать и деформировать, пока не получим какую-нибудь классную штуку. Все готовы? Тогда понеслась. Как там говорится, 7 раз отмерь? Боюсь, что в этот раз число нужно будет увеличить. Но не спешите пугаться, все гораздо проще, чем вы думаете. Отмерим с обеих сторон торца трубы 4 сантиметра в высоту. Отметим это дело маркером, а не так, как вы подумали. Следом сделаем отметку на 40 сантиметров в длину. Проведем ровную линию, упираясь на черенок. Он нам еще пригодится, так что пусть привыкает к контакту с трубой. Слегка провернув трубу, повторяем наши манипуляции с отметками на той же длине. Так, а сколько у нас остается до конца трубы? Ага, примерно 8 сантиметров. Надо найти емкость такой же высоты. Вот, этот стакан годится для отмечания. Да-да, и в прямом, и в переносном смыслах. Погрузим же трубу в стакан и соединим точки ровной линией. Меняем положение трубы в горизонтальное с дополнительной фиксацией. Вычислим середину нашего отрезка – 4 сантиметра. Пустим от этой точки луч в короткую сторону трубы. Разворачиваем подопытную лицом вниз, если, конечно, считать лицом разрисованную часть. С противоположного края отмерим 5 сантиметров в длину и 2 сантиметра в ширину и соединим эти точки горизонтальной линией. То же самое надо проделать и с противоположной стороны, по образу и подобию. Все, нарисовались вдоволь. Болгарин, твой выход. Рви стальную плоть, словно масло, чтобы на месте белых линий оставались лишь зияющие дыры. Нарисовали мы тут предостаточно, так что есть где разгуляться. Странно, время 3 часа ночи, почему соседи еще не стучат в дверь и не жалуются на шум? А может и стучат, но я просто за инструментом не слышу. Подъем-переворот. Оказывается, еще далеко не по всем белым дорожкам болгарин прошелся. Последние секунды, финишная прямая и... все. Труба развалилась. Осталось понять, что нужное, а что лишнее. Ну, будем считать, что это нужное. Здесь побольше осталось. Вернем эту деталь в тиски и доработаем до красоты. Конкретно сейчас мы пройдемся по краям среза, чтобы оккультурить их и срезать лишние металлические заусенцы. Процедура удаления кутикул, как выразилась бы моя супруга. После тщательного маникюра сменим насадку и пройдемся по всему телу трубы. Отчистим ее от многолетней ржавчины. Подготовим, так сказать, к выходу в свет. Ну, все. Другое дело. Не стыдно и показать. Иди-ка опять в тиски. Сейчас мы тебе талию слегка уменьшим. Неторопливыми, плавными движениями слегка уменьшим диаметр нашей трубы. Скажу по секрету, что сгибать надо, ориентируясь на диаметр черенка. Еще парочку беспощадных движений и достаточно. Вытаскиваем и любуемся. А что, по мне так вполне неплохо. По диаметру тоже в самый раз. С этим мы справились на ура. Ну и чтобы уж совсем шокировать окружающих красотой и экспрессией, покроем наш инструмент в провокационно яркий красный цвет. Ну, как вам? Достаточно провокационно? А вот и черенок пожаловал. Милости просим в металлическую трубу. А мы еще и ускорение придадим, чтоб комфортнее сиделось. Кажется, все. Никуда не денется. Пора применять изобретение на практике. Если вы обладаете достаточной смекалкой и эрудицией, то, наверное, догадались, что это для того, чтобы землю рыть. А точнее, узкие траншеи. Широкой лопатой это делать весьма проблематично. А нашим инструментам милое дело. Одно удовольствие. А уж что вы будете раскладывать в этих траншеях, дело сугубо ваше. Лично я их использую как кабель-канал для садового шланга. Нужно еще новых идей? За этим велкам на наш канал. Обязательно подписывайтесь и бейте в колокол, чтобы не пропустить новые крутые лайфхаки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok